Итак, всем добрый вечер. Сегодня я хотел бы вам рассказать о некоторых результатах по моделированию рентгеновской двойной системы Геркулес-Х1. Результаты на самом деле несколько отличаются от того, что я доскладывал некоторое время назад на Ломоносовских чтениях. Надеюсь, вам будет интересно послушать. Для тех, кто не знает, что такое Геркулес-Х1, это система, состоящая из звезды донора, массой примерно 2 массы Солнца с небольшим, и нейтроны звезды. Орбитальный период 1,7 дня. В этой системе происходит перетекание через точку Лагранжа, то есть там происходят дисковые аккреции. Система была открыта, как рентгеновская, в 1972 году на спутнике Ухуру. И на этом же спутнике было определено, что период вращения нейтронной звезды 1,24 секунды, собственно, вот по наблюдениям рентгена. Здесь просто по горизонтальной оси время, и время разделено на бины по 0,006 секунды. А по вертикальной оси тоненькая линия, это отчеты в бинах. Поверх этих отчетов просто проведена теоретическая кривая, ну, собственно, с периодом 1,24 секунды. А по вариации времени прихода этих самых рентгеновских импульсов был определен тогда же орбитальный период 1,7 дня. И немного позже, ну, примерно через год, в 1972 году, Черепощук с авторами, они построили первую оптическую кривую блеска Геркулес-Х1 по фотопластинкам в стеклянной библиотеке. Значит, здесь видно, ну, видно, что точки, они распределены в доле какой-то полосы. Это связано не с неточностью определения блеска по фотопластинкам, это связано с физической переменностью Геркулес-Х1. Если даже современные наблюдения, ПЗС-наблюдения взять, ну, сделанные с высокой точностью и нанести, свернуть с периодом 1,7 дня, мы примерно ту же самую картину получим. Здесь важно упомянуть о еще одном периоде Геркулес-Х1, так называемый 35-дневный период. Он был открыт впервые по модуляции рентгеновского потока и тоже спутник Ухур, вот 1973 год. Значит, по горизонтальной оси здесь время, по вертикальной оси рентгеновский поток. Вот эти пробелы, это рентгеновские затмения, те моменты, когда нейтронная звезда заходит за донор. Да, забыл сказать, наклонение у этой системы что-то вроде 80-90 градусов, то есть довольно, она практически с ребра для нас видна, и поэтому там каждого 1,7 дня происходят рентгеновские затмения. И вот этот момент называется, значит, вот вся эта, весь этот период времени называется main-on, ну и дальше там через 4 оборота наступает short-on, я чуть позже его покажу. Main-on, там интенсивность рентгена в максимуме больше, ну и продолжительность main-on тоже больше. В short-on интенсивность меньше и продолжительность меньше. Ну, собственно, вот, main-on и short-on по наблюдениям RxTE. Здесь время в орбитальных периодах, ну и рентгеновский поток в отсчетах. Значит, main-on это примерно 7 оборотов, дальше идет затмение продолжительностью 4 оборота, и примерно 4 оборота short-on, и дальше снова main-on. 35-дневный цикл, это, конечно, не точно 35 дней, вот если говорить в терминах оборотов, оборотов, это 20, 20,5 или 21 оборот. Вот такое тримодальное распределение, связанное с тем, что на скорость прецессии диска влияет, ну, на скорость прецессии диска влияет динамика струй, на скорость прецессии диска влияет, ну, собственно, существует прецессия в потенциале Rosh, ну и есть работа, где вот показано, что есть такой небольшой воблинок с определенной амплитудой, и вот люди показали, что действительно... Говори по-русски, нутация, воблинок. А, нутация, ну, да, можно сказать... Есть нутация, которая приводит к тому, что вот иногда на этот прецессионный цикл приходится 20, 21 или 20,5 оборотов. Вот. Значит, какова природа вот этого 35-дневного цикла? Ну, довольно скоро стало ясно, что это прецессия аппреционного диска. Дело в том, что аппреционный диск, он находится не в орбитальной плоскости, он наклонен на определенный угол, и поэтому для наблюдателя рентгеновский источник то виден, то не виден. Он виден в все моменты, когда вот этот угол... Ой, не подключил. Когда вот этот угол, эпсилон, он больше, чем полуширина диска. Есть некая полуширина диска. Если у нас этот угол больше, чем полуширина диска, то тогда рентген для нас виден, и тогда наступает либо мейнон, либо шортон. Когда этот угол эпсилон меньше, чем полуширина диска, то тогда, соответственно, происходит закрытие диском рентгена. Значит, ну, легко представить, что вот если этот диск начать вращать вокруг горизонтальной плоскости, то у нас этот угол эпсилон будет как-то меняться. Он будет достигать максимального значения, потом будет убывать, потом пройдет через экватор диска, уйдет ниже и снова появится уже с другой стороны диска. Вот здесь график эпсилон, нанесенный снизу от рентгеновского потока. Значит, вот эта линия – это экватор диска, а вот эта область – это ширина диска, ну или толщина диска. И мы видим рентген в те моменты, когда эпсилон становится больше, чем полуширина диска. Собственно, вот здесь и вот здесь. Вот здесь график эпсилон нарисован для наклона диска 15 градусов, наклонений системы 87 градусов. И еще один важный параметр – это какая фаза 35-дневного цикла, на которой диск для нас максимально развернут. Вот здесь он поставлен 0,2, то есть вот здесь. Видите, здесь как раз максимально эпсилон реализуется. Но тут важно заметить то, что рентгеновский поток, он не симметричен относительно вот этой кривой. И это связано с тем, что диск на самом деле не плоский. И вот здесь мы должны ожидать еще другую часть диска, внутреннюю часть диска, которая повернута и тоже как-то наклонена относительно внешней части диска. То есть, еще раз, эта картина нарисована для простейшего вот такого плоского диска, но на самом деле ситуация сложнее. Диск изогнутый, об этом вот впервые Бойнтон в 1978 году написал. Значит, мы в нашей модели диск изгибаем следующим образом. Мы вводим два наклона, собственно, для внешнего края и для внутреннего края. Вот наклон внешнего края относительно орбитальной плоскости это θ-out, наклон внутреннего края аккреционного диска относительно орбитальной плоскости это θ-in. И еще один угол есть важный. Мы его так вот между собой называем закрутка. Ну, как бы, это просто угол между линиями узлов внешнего края диска и внутреннего края диска. Вот здесь ситуация, здесь картинка для нулевой закрутки, то есть линия узлов внутреннего и внешнего края, вот эта зеленая линия, она совпадает здесь и, соответственно, закрутка равна нулю. А вот для этой ситуации закрутка не равна нулю. Вот смотрите, здесь черная линия, это линия узлов, как бы, для каждого радиуса диска. И видите, для внешнего края линия узлов проходит вот таким образом, а для внутреннего края линия узлов проходит вот таким образом. Ну и здесь закрутка, ну, порядка 60 градусов. Ну и кроме того, посмотрите, наклон у них разный. У внешнего наклон больше, у внутреннего меньше. И поэтому вот такая красивая фигура возникает. И если нарисовать вот такой изогнутый диск на небесную сферу, для наблюдателя на нейтронной звезде мы увидим такую картину. Черная линия это экваториальная плоскость внешнего края диска, а синяя полоса это его полная толщина. От нее вверх полуполщина и вниз тоже полуполщина. А красная линия вот эта, это внутренний край диска. И вот эта вот заштрихованная область это непрозрачная для рентгена участки диска. Горизонтальная линия, штрих пунктирная, это положение наблюдателя на земле в разные моменты прецессионного цикла. То есть он как бы движется слева направо, можно так представить себе. И вот посмотрите, вот в этой картине уже рентгеновский поток, он более хорошо объясняется. Да, важно сказать, что внутренние части диска, они намного более горячие. Там возникает некая атмосфера с более плавным спаданием толщи с углом. Поэтому, видите, вот эта часть, она такая крутая, то есть холодный диск резкий он открывает и практически, ну, очень быстро рентген достигает максимального значения. Дальше надвигается внутренний край диска на луч зрения к наблюдателю. И так как у него толщина больше, то вот постепенно, видите, тут угол меньше, постепенно рентген спадает на нет, вот на фазе уже, на, в общем, вот на этой фазе. Ну и то же самое происходит, как мы думаем, в шорт-оне. Но на самом деле тут как бы данных не очень много насчет шорт-она. Ну, вроде бы как по одной статье тут тоже открывает внешний холодный диск и закрывает внутренний горячий диск. Ну и надо понимать, что где-то вот, где-то вот в этом же месте с периодом 1,7 дня пробегает звезда-донор. То есть вот эта вся тень, она, видите, она такую сложную форму имеет, она ложится на донора. И тени на доноре, они, ну, дают вклад в оптическую кривую блеска. То есть у нас вот такой сложный прогрев. Важная вещь, которую мы в нашей модели учитываем, вот, ну, во-первых, почему вообще диск изогнут? Значит, в нашей модели мы полагаем, что он изогнут, потому что на внутренний край аккреционного диска действует магнитный момент сил нейтронной звезды. Нейтронная звезда тут необычная. Она испытывает свободную прецессию. То есть у нее вот так проходит ось вращения, а вот так проходит ось инерции. Причем И3, она больше, чем И2 или И1. И такое тело, оно испытывает свободную прецессию вокруг, собственно, вот этой оси, большей. Магнитный полюс, ну, или то же самое место, которое больше всего рентгены получат, оно не совпадает с И3, поэтому нейтронная звезда, как твердое тело, вот тоже с периодом 35 дней испытывает вот такое прецессионное движение. Собственно, вот здесь показана формула для периода свободной прецессии нейтронной звезды. И вот поверх этой картинки мы видим, как северный магнитный полюс движется по малому кругу по поверхности этой нейтронной звезды. Значит, вот выражение, кстати, для модуля момента сил, магнитного момента сил, действующего на внутренний край диска. И здесь входят два угла, альфа и бета. Угол альфа – это просто угол между нормалью к плоскости диска и осью вращения нейтронной звезды. То есть если у нас угол альфа равен нулю, то, соответственно, магнитный момент сил пропадает. Или если альфа равен пополам, он тоже пропадает. Но в нашем случае альфа, он все-таки ближе к нулю, но не равен точно нулю. А угол бета – это угол между осью магнитного деполя и осью вращения. Вот этим тут нарисован. Ну, вот если просто вот этот пример решить, то видно, что при угле 54,7 градуса эта скобка равна нулю. То есть магнитный момент сил тоже пропадает. Так как у нас магнитный деполь движется вокруг этого малого круга, видим, что два раза за период свободной прецессии у нас магнитный момент сил пропадает. То есть мы должны ожидать, что два раза у нас закрутка должна становиться равной нулю. Если мы учитываем только изменение угла бета. Но если еще учитывать изменение угла альфа, ну, еще раз напоминаю, угол альфа – это угол между осью вращения нейтронной звезды и нормалью плоскости диска. Вот если мы еще угол альфа учтем, то картина становится еще более сложной. Помимо того, что у нас нейтронная звезда свободно прецессирует, у нее излучает не только северный магнитный полис, у нее излучают еще вот такие структуры вокруг северного магнитного полиса. Яркое пятно – это просто фотография, полученная, конечно, по некоторой модели, всей поверхности нейтронной звезды. Тут даже, видите, я написал широта и долгота. Это карта поверхности нейтронной звезды в рентгеновских лучах на разные фазы прецессии нейтронной звезды. 0 градусов соответствует положению северного магнитного полиса ближе всего к ее экватору вращения. Вот в этом случае угол между северным магнитным полисом и экватором вращения всего лишь 10 градусов. Соответственно, 90 градусов. Вот эта линия, кстати, это на самом деле круг. Просто она деформирована из-за картографических преобразований. 180 градусов соответствует максимальному удалению северного полиса нейтронной звезды от ее экватора. И вот в эти моменты, соответственно, мы ожидаем, что рентгеновский прогрев донора самый маленький. Потому что большая часть рентгена уходит, минуя поверхность донора. А, и да, чтобы рассчитать реальный прогрев донора, мы эту картинку усредняем по долготе. То есть нейтронная звезда у нас вращается быстро, поэтому картина просто размазывается. И мы как бы не мгновенную картину, конечно, берем, а усредняем ее за период вращения нейтронной звезды. То есть должна получаться вот такая полоса здесь и какая-то, ну, менее интенсивная засветка в стороне от главной полосы, которая смещается в зависимости от прецедренной фазы нейтронной звезды. То есть вот это у нас тоже учитывается. Мы просто заложили вот такую довольно сложную схему прогрева звезды донора. Мы пробовали брать изотропную диаграмму направленности, ну, казалось бы, самое простое предположение. Но изотропная диаграмма направленности дает гораздо худшее совпадение с наблюдениями. Значит, теперь, собственно, к оптическим наблюдениям. Большое число людей участвовало в накоплении наблюдательных данных. Вот здесь перечислены люди, которые до 90-х годов наблюдали рентген, ой, извините, оптику в полосе У, В и В. И, соответственно, после отверсанга уже после 2000-х. Собственно, вот эти люди, ну, так как они дали очень много точек, ну, раза в три больше, чем все, что было накоплено для 90-х годов, мы всех включили в соавторы. Собственно, поэтому в работе так много соавторов. И вот эти точки. Я извиняюсь, тут, конечно, ну, такая сложность. Много фаз и как-то... Ну, здесь я решил их все показать, а вот потом вместе с моделями я покажу по отдельности некоторые, чтобы можно было рассмотреть более подробно. Значит, почему 20 картинок получилось? Мы все наблюдения рассортировали по 20 фазам 35-дневного цикла. То есть какие-то точки были получены ближе к началу 35-дневного цикла, какие-то ближе к концу. И мы вот распределили их по 20 бинам шириной 0,05. И получается, что для каждого бина получилась своя оптическая кривая блеска. И каждую оптическую кривую блеска, ну, надо вот как-то по-своему моделировать. Ну, в рамках, конечно, общей картины, в рамках общей модели, у которой как-то меняются параметры. Ну, считайте, вот как промоделировать 20 переменных звезд разных. Вот. В нашей модели 13 параметров, которые постоянные по всем 20 фазам. Ну, тут такие параметры, как большая полуоцербиты, отношение масс, понятно, что они не меняются. Это степень заполнения полуоцеробщей единицы, гравитационный коэффициент потемнения. Коэффициент потемнения к краю, мы его установили 0. Ну, конечно, можно было бы поставить какое-то число, не отличное от нуля, но там эффекты прогрева, они намного более сильные, чем эффекты потемнения к краю. Поэтому, ну, мы там ставили, ну, я ставил, там, 5 десятых, 4 десятых. Это практически никак не влияет на оптическую кривую блеска. Значит, вот такой загадочный коэффициент. Это просто, ну, считайте, рентгеновская альбеда. Это доля энергии рентгеновского потока, которая преобразуется в тепло. То есть мы вот так просто считаем, что половина рентгеновского потока преобразуется в тепло при облучении донора. Так, радиус риска 0,24 в долях большой полуокси. Да, важный параметр – ориентация нейтронной звезды. Ось вращения нейтронной звезды у нас не перпендикулярна орбитальной плоскости. Она наклонена на нас на 3 градуса и влево на 8 градусов. Ну, то есть общий несовпадение угла вращения нейтронной звезды и нормалик орбитальной плоскости получается около 10 градусов. Значит, фаза, где магнитный полюс нейтронной звезды ближе всего к экватору – это вот 0,05. То есть она получается вот на этой картинке. Вот видите, 0,05 – 0,10. Значит, вот здесь нейтронная звезда сильнее всего прогревает донора. Так. Ну, понятно, полярная температура донора, наклонение 87 градусов и фаза, где лифт максимально расплит – 0,2. И есть еще 7 параметров, которые определялись отдельно на каждой фазе. Ну, рентгеновский поток, наклоны внешнего и внутреннего края диска, потоки от дисков в фильтре B и фильтре V. То есть мы считаем, что вот у нас диск вышел из-за звезды, и мы не считали его структуру, мы просто включали некий поток от диска, какой-то фиксированный вклад. Так, выбиралась, ну, то есть там программа сама искала наилучшую толщину диска, и также мы пробегали эту самую закрутку от минус 90 градусов до плюс 90 градусов с шагом 10 градусов. То есть эти параметры, ну, закрутка она не находилась, мы просто шагали и смотрели, на какой закрутке самый лучший хир-квадрат получается. Так, ну и вот получились такие результаты. Значит, я не помню, сказал или нет, мы фитировали сразу в двух фильтрах, используя одни и те же параметры. В одном фильтре и в другом фильтре отличался только один параметр, это поток от диска. А все остальные параметры совпадали. Та картинка, которая повыше, это фильтр B. Картинка, которая пониже, это фильтр B. Это фаза 0, 0, 5, то есть самый первый бин вот того разбиения. Ну и черная сплошная кривая, это наша модель. Фаза 10, 15, пожалуйста. Фаза 3, 30, 35 сотых. Пожалуйста, совпадение очень хорошее. Фаза 70, 75, тоже. Видите, тут точек меньше, но все равно удалось довольно хорошо провести кривую в обоих фильтрах. Фаза 80, 85 сотых. Это вообще одна из моих самых любимых фаз. На ней практически с самого начала начали получаться хорошие кривые блески, даже когда модель была вообще неправильной. Ну и фаза последняя, 95 единицы. То есть это фаза последняя перед рентгеновским открытием. Ну и вот такие параметры получились. Значит, сейчас мы диск выпускаем с равномерной скоростью прецессии. У нас был период, когда мы считали, что он прецессирует неравномерность какой-то синусоидальной моделяции. Мы также пробовали замедлять его на каких-то определенных фазах. Вот такой как бы, ну, единица с вычетенной гауссианой на какой-то фазе получается. Вот такой провал в скорости. Но вот такая простая модель, вот она все-таки дает очень хороший результат. Значит, здесь надо сказать, вот эта шкала, это хи-квадрат. Простой хи-квадрат. И пунктирная линия, это равномерный ход. Ну, видно, что на некоторых фазах у нас диск немножко либо обгоняет, либо отстает от равномерного ухода, но это незначительная величина. Видно, что он действительно идет вдоль линейного закона. А вот это, собственно, самый, наверное, интересный параметр для нас, это закрутка. Это, я напоминаю, угол между линиями узлов внешнего и внутреннего края диска. Вот смотрите, как он себя ведет. Здесь он меньше нуля, дальше он касается нуля, потом уходит снова вниз, потом снова поднимается, и здесь два раза пересекает ноль. То есть вот такая картинка получается. Потом снова уходит вниз и снова вверх. Вот мы буквально там за час до презентации прикинули, и с учетом того, что альфа изменяется в формуле для магнитного момента, действительно что-то такое должно получаться. То есть, вроде как, через оптические наблюдения мы видим, как магнитный момент действует на внутренний край операционного диска. Очень красиво, по-моему. Так, ну и другие параметры. Наклоны. Вверху внешнего края диска, внизу внутреннего края диска. Все в зависимости от презентационной фазы, фазы 35-дневного цикла. Значит, наклон внешнего края диска держится в районе 10-15 градусов. И то же самое внутреннего края. Но правда, у внутреннего края, возможно, можно увидеть какую-то вот такую модуляцию. Но расстройщик очень сильный, поэтому как-то уверенно говорить не получается. Так, эпсилоны для внешнего и для внутреннего края диска. Я думаю, это угол между вектором наблюдателя и плоскостью, соответственно, внешнего и внутреннего края диска. Эти углы показывают нам, виден рентген, где надо, или не виден. Вот здесь эпсилон больше нуля, причем существенно больше нуля, поэтому здесь рентген виден. Открывает внешний края диска. Здесь он приближается к нуля, то есть как раз здесь у нас затмение реализуется, и здесь у нас шорт-кон. Для секса он становится меньше нуля. И снова затмение. Ну, закрытие рентгеновского источника внешнего края диска. Здесь для внутреннего края диска тоже эпсилон. Смотрите, вот здесь происходит пересечение нуля. То есть как раз, где нужно, у нас внутренний края диска закрывает рентгеновский источник. И тоже самое здесь происходит, переход через ноль. Так, и рентгеновский поток. Значит, видно, что на фазе примерно 2 десятых самый минимальный рентгеновский поток, а вот здесь, на фазе 0,7-0,75, рентгеновский поток самый максимальный. Мы это связываем с тем, вот здесь самый большой прогресс. И вот на этой фазе у нас нулевая фаза нейтронной звезды. То есть рентгеновский полюс, магнитный полюс направлен практически вдоль экватора вращения нейтронной звезды. Здесь самая мощная струи выходит из донора и, соответственно, самая большая нисточка. И проходит примерно 70% от фаз 35-дневного цикла. И это вещество проходит по радиусу и начинает вывариваться на нейтронную звезду. И на этой фазе у нас реализуется самая большая рентгеновская цикла. За счет того, что вещество за это время успело пройти по радиусу диска и вот к этой фазе оно уже начало выпадать на нейтронную звезду. Ну и толщина, точнее полутолщина внешнего края диска. Вот я это некоторое время назад в табличке показывал. Это тоже параметр, который программа автоматически находила. Видно, что полутолщина практически не меняется за все время и она составляет примерно 15 соток. А шкар – это 15 соток примерно. В течение всего 35-дневного цикла. Все. Спасибо за внимание. Вопросы к докладчику? Антоши. У вас там на всех графиках шкала х квадрата максимальная числа 0,08. Что такое х квадрат 0,08? Что это за х квадрат? Хороший вопрос. Смотрите. Это просто разница, это сумма разниц между каждой точкой и теоретической кривой в квадрате. Значит, у нас был определенный период. Мы всю кривую блеск разделили на определенное число бинов. И в каждом бине считали разброс. Чтобы ошибку. Да, чтобы определить ошибку, чтобы посчитать не такой странный х квадрат, который намного меньше единицы, а чтобы получить х квадрат, который близок к единице. Но дело в том, что вот на многих фазах, вот, например, здесь, просто есть места, где нету точек. Или где мало точек. И получается, что появляются бинов, в которых либо нет точек вообще, либо одна или две точки. И вот таких бинов ошибка получается, ну, у тех бинов, где нет точек, бог с ними, а вот где одна или две точки, там ошибка получается очень маленькой. И, ну, в общем, это, конечно, отдельный вопрос, как мы будем решать вот с этим х квадратом. Но, вот, как бы, отвечая на ваш вопрос, вот это, собственно, вот эта величина. То есть, на ошибке у нас... Мы... Я могу сказать, что если разбить кривую Брестка по Бинам и посчитать вот так х квадрат, то получается около, ну, чуть больше единицы всегда. На некоторых фазах меньше единицы. Но среднее значение около единицы получается. То есть, с точки зрения статистики, хорошее согласие между теорией и наблюдениями. Я бы еще хотел сказать, что это не мы изобрели, а, ну, я увидел. Массы, но это с хороцигенсом, восемьдесят седьмой квадрат. Там тоже, как вы говорите, когда вверх соединения по точкам. Вверх соединения по точкам. Это точка выше, на ошибке зима. Можно так? Можете? Дин, то есть, это размерный х квадрат, да? Он в размерности квадрат по точкам. Да, да, да. То есть, нам не нужно пугаться, что меньше, в принципе. Да, 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 совершенно. А с чем связана переменность объекта суббикером? Еще раз связана. Какая переменность? А, это связано с тем, что здесь собраны точки за всю историю наблюдений с 1972 года. Здесь просто наложены, ну, наблюдения с большого числа 35-дневных циклов. И каждый проход, каждый 35-дневный цикл у нас параметры системы немножко разные. Поэтому, в котором участвуют? Это низкочисто. Да. Ну, есть... Ну, ладно, это не буду говорить. А темпо-креция переменит вообще? Да. Собственно, вот эта картинка, конечно, показывает это. Темпо-креция самый большой здесь, на фазе 0.7, 0.75, и самый маленький вот здесь. Еще вопросы? Ну, есть параметры, которые общие для всех фаз, и есть параметры, которые на каждой фазе выбираются свои. И вот мы... 13 плюс 7. Вот, 7 параметров, которые на каждой фазе свои. Значит, рентгеновский поток, наклоны обоих дисков, троех дисков, поток от диска, фейтри-бэ, фейтри-вэ и толщина. Ну, и закрутка. Но закрутка, она не оптимизировалась, она просто жестко выбиралась в диапазоне от минус 90 до 90. Ну, а в целом, сдача многокараметрического параметра, и часто в этой сдаче бывают параметры вырожденные, между другом, как-то вырожденные, пыталась исследоваться, что не имеет то, с чем очень сильно связан, потому что это может стать... Можно что-то не сказать? А еще как в ДВНК, там, когда много параметров, там уже полагается, что эти параметры выразительные. Здесь тоже пока, здесь больше 5. Да, да. А, естественно, есть, скорее всего, будет прогрессиваться. Ну, на самом деле, некоторый Рейкзас считал корреляционную матрицу, там вроде бы... Просто это было давно, я бы не врать. Но, кажется, там особо сильной корреляции не было. Вот есть сильная корреляция между рентгеновским потоком и потоком от диска. Но это вообще разные вещи. У нас рентгеновский поток, рентгеновский, он кривой блеска, но если мы будем увеличивать поток, то рентгеновская кривая блеск, у него более острый такой печок будет. А диск, он просто дает добавку, вот такой параллельный перенос просто. Ну, а остальные параметры, они не коррелированы получаются. Ну, это надо отдельно будет уточнить, я давно это просто делал. Еще вопросы? Ну, вроде бы, больше нет. Ну, хорошо. Тема, которая поддержана школой, началась у нас выполняться несколько лет назад, поэтому я начну с того, что расскажу о постановке задачи и о методах, которые мы решаем. Дело в том, что при тесном сближении галактик или при их мерджинге, часть вещества оказывается выброшенной за пределами галактических дисков. Я, конечно, буду говорить о галактиках, которые содержат газ. Это, прежде всего, спиральные галактики. Очень часто в этих газовых образованиях, которые мы здесь называем приливными образованиями, возникают уплотнения и происходят звезды образования, о чем можно судить по наличию эмиссионных островков газа и непрерывного спектра их, который интерпретируется как излучение молодых звезд. Причем очень часто мы видим здесь, что звезды рождаются, скажем, не точно по центру приливных рукавов. Здесь видны островок звездообразования, вообще-то не на оси выбраться. Часто звезды рождаются при очень сильном нестационарных процессах, явно связанных с наличием ударных волн при столкновении газовых масс. Пожалуйста, значит, что здесь? Вот, стой. А внизу там? А вот внизу это что такое? Нет, слева, слева. Это? Вот здесь. А, это тоже, так сказать, результат этого выброса. Здесь, это мерджинг, здесь слияние галактик и сопровождающие выбросы части вещества. А это звезды, прежде всего. Вот. Очаги молодых звезд наблюдаются до расстояния в десятки килопарсек от галактики. Причем, каким образом образуются там звезды, это вопрос открытый. Потому что есть некая специфика таких областей. Это низкая средняя плотность газа, раз он уже удалился от галактики. Это низкое содержание пыли, соответственно. Это отсутствие сжимающего эффекта со стороны звездного диска, что в галактике играет очень большую роль в нормальных галактиках. И, наконец, можно предположить наличие окружающего горячего газа, который поджимает всю эту структуру. Как написал Бокуин с авторами в 2009 году, вот эти вот проливные образования, Дебрис, могут рассматриваться как лаборатории для изучения образования звезд. Какие вопросы, которые требуют ответа, которые нам интересны эти ответы найти? Это как могут возникать области звезды образования в нестандартных условиях проливных структур? Что представляют собой очаги звезды образования на килопарсековых масштабах? Являются ли они динамически обособленными и гравитационно связанными проливными карликами? И содержат ли звезды промежуточных возрастов? Связаны ли очаги звезды образования с ударными волнами? И, наконец, каково содержание тяжелых элементов в областях звезды образования? Вот. Наблюдения, на базе которых сейчас проводится нами эта работа, все они связаны с специальной астрофизической обсерваторией, спектрограф Скорпио-2. Объекты наблюдения от эмиссионной области и островки звезды образования в проливных структурах, то есть в мостах или в хвостах взаимодействующих галактик. Цели наблюдений, оценка скоростей звезды газа, металличности газа, возраст звездного населения в очагах звезды образования, проверка возможностей их динамической обособленности, определение механизмов возбуждения газа. Ну и, естественно, наблюдатели в САУ являются полноправными участниками этой работы. Теперь методика оценки всех этих параметров. Ну, процедуру цифровой обработки спектров, они стандартны, и калибровки, а извлечение информации из спектров зависит от того, что мы хотим получить. Если речь идет о звездном спектре, то используется процедура N-BURST, Full Spectre Fitting Technique, которая была по руководствам Челенкаряновки разработана, на основе модели эволюции пегас для различных параметров звездного населения. Параметры такие – возраст, металличность, скорость, дисперсия скоростей. Если говорить не о непрерывном объемиссионном спектре, то он получается в результате вычитания модельного спектра из наблюдаемого. Вот пример на этой картинке показан, что черный и синий – это модельные спектры наблюдаемые. Они практически совпадают. Вверх торчат только красноватые пики. Это эмиссионные линии, которые, естественно, к звездному спектру не относятся. Вот вычитанием наблюдаемого и модельного спектра получается то, что относится к эмиссионным линиям. И эти эмиссионные линии используются для оценки скоростей и дисперсии скоростей газа. Если говорить о нашей кинематике газа и звезд, то она определяется по положению и ширинам линий. Содержание тяжелых элементов, у нас сводится к содержанию кислорода, используются все методы, которые доступны, исходя из имеющейся информации, получавшейся в результате наблюдений по относительной интенсивности эмиссионных линий. Там, где можно, используется прямой метод ТЕ. То есть здесь непосредственно оценивается температура газа. Но чаще всего это не удается, поскольку очень слабы те линии, которые чувствительны к температуре. Эмпирические методы используются. Они прокалиброваны по областям ионизованного водорода, с измеренной уже температурой. Это методы О3Н2 и С-метод Пелюгина. И мы еще, так сказать, использовали теоретические методы, которые прокалиброваны уже по фотоинизационным моделям. ИЗИ, метод Допита 16-го года. Противоречия между ними есть, и довольно большие. Но, тем не менее, все-таки они позволяют делать какие-то выводы о химической составе газа. Водорост и масса звездного населения, и прежде всего молодых звездных комплексов, определялся с использованием двухсветных диаграмм, сопоставления с моделями Starbirds 99, и показатель цвета G-R, если бы ничего больше у нас нету по галактике, для модельной оценки отношения массы к светимости звездного населения. Вот пример. Я показываю карту, которая была построена членом нашего коллектива, Ваней Котковым, как решается проблема разделения, влияние на спектр звездного населения, металичности звезд и возраста. Здесь по вертикали металичность, Z-H, по горизонтали возраст. Контур — это распределение хи-квадрат. Самый маленький контур — это одна сигма, потом идёт два сигма. Это уклонение. Таким образом, находятся наиболее вероятные значения, и возраста, и химсостава. Программа исследования очагов звезды образования. У нас есть пять публикаций. Последняя публикация сделана уже в текущем 2019 году. Я немного о более ранних работах по данной программе расскажу, поскольку это всё продолжение единого целого. Первая — это система ВВ-246 или АРУ-270. Это две галактики, практически сливающиеся, примерно на одном и том же красном смещении. Они небольшие, расстояние между центрами — 10 кПс. Для нас самый интерес представлял этот островочек. Это кандидат в проливные карлики. Хотелось бы узнать, является ли он самостоятельным, уже выделившейся системой, или это просто какая-то флуктуация плотности молодых звёзд. Это неправильные галактики, что ли? Ну, это галактики низкой светимости, но у них есть некие следы спирали, но, в общем-то, это галактики очень позднего типа. Там спирали видны очень нечётко. Два спектральных разреза были сделаны. Вот как выглядят результаты. Здесь последовательно сверху показаны картинки, как проходят щель по галактикам. А дальше идут потоки в логарифмической мере, отношения потоков. И в стандартном обозначении 12 плюс логарифм ОКХ — это содержание кислорода в газе. И справа сейчас распределение скорости вдоль щели. Причём здесь разные линии отмечены отдельно, а тёмные точки, которые вот отскакивают, это уже касается звёздного населения. И видно, что звёзды и газ ведут себя совершенно по-разному. Ну, нас интересует прежде всего этот островок и дисперсия скоростей также по газу. Там, где можно, определялась и по звёздам. Но это только в нескольких случаях, надежно оценку удалось получить. Это очень тяжёлый вопрос. Вот как выглядит островок звёздообразования. Вот щель проходит через него, через этот островок. Она идёт горизонтально. Вот этот самый островок. Мы видим, что вот эта часть относится к одной галактике, а к другой. Звёзды довольно сильно расходятся здесь с газом, вот в этой области. А сам островок находится на стыке. На стыке газовой системы, приближающей одной и другой галактике. Причём динамически он, в общем-то, ничем не выделяется. Там нет никакого отскока. Металличность вдоль щели практически не меняется. По содержанию газа, который известен в этой системе, мы оценили выход кислорода. Он оказался очень низким. Несколько раз ниже, чем даёт замкнутая модель химической эволюции. Что является указанием на то, что существенная доля газа из этой системы уже успела уйти. Ну вот, это понятно. Потому что, если посмотреть в большом масштабе, взятые за работы Клеменса, вот эти две галактики, которые вы наблюдали, а контуровые, это линии излучения H1. И вот видны длинные такие хвосты, которые объясняются тем, что они возникли при предыдущем сближении галактик. То есть, часть газа действительно ушла из этой системы. Ну, и ясно, что подобные системы кончают одинаково. Они сливаются вместе, теряя при этом существенную долю массы, которые уходят за пределы начальных границ диска. Ещё одна система, тоже с островком, который мы хотели использовать, исследовать TDG, это Tidal Dwarf Galaxy, сокращённое обозначение, это ARP-305. Здесь две галактики, они уже, по-видимому, взаимодействовали и довольно далеко уже ушли. И точно на полдороге или почти на полдороге находится ещё одна галактика или один островок звёздообразования, вытянутый вдоль линии, которая соединяет эти объекты. Скорости здесь очень близкие, как вы видите, они практически совпадают. То есть, мы на самом деле, скорее всего, они движутся в плоскости неба. Расстояние до этой системы 50 мегапарсек. Вот как выглядит на DSS с хорошим контрастом вот этот островочек, тоже он довольно большой. Если перейти к линейным единицам, то от одного конца до другого будет порядка 10 килопарсек. Вот при хорошем разрешении видно, что сам островок развивается на нескольких областей звёздообразования довольно ярких. Ну и больше никаких следов молодых звёзд между галактиками, кроме этого островка, не видно. Ну вот, был получен один разрез, который проходит через вот эту яркую область галактики в основании перемычки и данного кандидата в тесные... кандидата в карлики проливные. Так выглядят картинки распределения скорости и химического состава. порядка, там, трёх десятых декста, вдвое примерно. Но, тем не менее, видно, что есть некоторый из лёгких гардиен химсостава. Причём, вот этот островочек, по-видимому, является непрелаксировавшим объектом с химически обогащённым газом. То есть он не возник из межгалактической среды. Иначе бы там не было вообще тяжёлых элементов. На стадии частичного разрушения, о чём говорится, его вытянутость явно связана с проливными силами. Вот этот проливной карлик, которым я видел. И есть слабые области звёздообразования, которые тоже позволяют вычислить скорость. Скорость меняется. Не очень монотонно, но, тем не менее, без больших скачков. Это слабые, неразрешаемые области ионизованного водорода, которые можно просто исследовать в пределах определённых числа пикселей, усредняя потоки в линиях. Регулярного вращения этого карлика нет. Есть некая дисперсия скоростей, довольно заметная. Вот как выглядит в хорошем масштабе распределение отношения кислорода к водороду. Ну, какие здесь можно сделать выводы? Это то, что область проливного карлика, градиент скорости, порядка дисперсии скоростей области H2 около 20 км в секунду, поэтому он не очень сильно здесь виден. Дисперсия скоростей H1, кстати, по оценкам Сенгупта, 17 км в секунду, практически совпадающая величина. Вериальные массы, предположение, что он стянут к гравитации, это 2 на 10 в 9 масс Солнца. Для сравнения, в этом островке полная масса газа 8 на 10 в 8 масс Солнца. Масса звёздного населения, определённая нами по R-фотометрии, 3 на 10 в 8 масс Солнца. То есть это не пролаксирующий, но, по-видимому, гравитационно связанный объект с умеренно обогащённым газом. Конечно, долго он не проживёт, потому что скорости там такие же, как у галактик, он просто будет падать на ту из них, которая ближе. Но что интересно, что если положение этого карлика нанести на зависимость абсолютной величины карликовой галактики содержание кислорода, пока здесь красный размер креста соответствует ошибкам измерения, то он вполне вписывается в общую картину зависимости химсостава газа от абсолютной величины галактики. Она имеет свою интерпретацию, потом можно будет это обсудить подробнее, но, во всяком случае, проблема формирования этого карлика не такая простая. Дело в том, что если нанести изофоты линии в линии H1, то есть это распределение газа, видно, что есть поток, который удаляется от галактики, а потом уже, по-видимому, начинает движение в обратную сторону. И одновременно есть еще один поток, слабый поток в сторону соседней галактики, вот она где-то вот здесь находится. И вот проливной карлик как раз находится в области поворота потока газа назад, и здесь газ действительно очень более плотный. Об этом можно, очень трудно судить об этом по этой картинке, потому что все-таки угловое разрешение в линии 21 сантиметр, оно соответствует размеру этого кружка. Оно очень маленькое. Но просто по фотометрии, по отношению интенсивности линий, по бальмеровскому декременту, получается, что в области вот этого проливного карлика поглощение в 0,5 одна звездная величина. Это не соответствует усредненным значениям колонковых плотностей. То есть там должны быть более плотные конденсации. Даже в этой галактике, во внешних областях центральной галактики, там нет таких значений поглощения, они выше. То есть идет интенсивное звездообразование. Причем гравитационная неустойчивость, она, конечно, может объяснить при этой плотности газа появление столь массивной конфигурации, но на масштабе 10 кП, это гигантский все-таки размер, гравитационная неустойчивость требует неприемлемого большого времени сжатия газа до стадии рождения звезд, если среду считать однородной. И поэтому, к тому же, она не объясняет вытянутости вот этой конфигурации. Поэтому триггером звездообразования здесь может быть столкновение заторможенных потоков газа с низкими относительными скоростями. Оценки скоростей есть по линии H1. Другая система, внешне кажется очень похожей, но на самом деле здесь мощнейшие области звездообразования, промежутки между галактиками, где одна из них, по-видимому, прошла сквозь другую, о чем свидетельствует совершенно размытая структура спирали. Кстати, вопрос о том, сколько здесь галактик, не такой простой. Вот это одна галактика, это другая, а вот это вот третья, это ее ядро. Вот это вот четвертая галактика, здесь есть спирали. Но когда мы поставили щепь спектрографов на этот объект, оказалось, что ее скорость на 20 тысяч километров в секунду выше. То есть это вообще объект фона, который совершенно так по-наглому здесь вмешался в эту и без того сложную систему, усложнив ее еще больше. Ну вот, интересно, что в ультрафиолете очень видны области звездообразования, видна вот эта вот дуга, которая слабо была заметна на предыдущем снимке. Численное моделирование показывает, что при прохождении одной галактики сквозь другую там действительно распространяется крупномасштабная волна. И вот это вот самый яркий объект, который мы рассматриваем как кандидат в проливной карлик. И несколько областей звездообразования так кучкующихся чуть ближе к верхней галактике. Вот несколько щелей было поставлено, и мы получили спектры этих объектов. Ну, я покажу, сказать, не все спектры, а то, что наиболее интересно. Я просто обращаю внимание, здесь кружками выделены те области, которые соответствуют самому яркому объекту, через который обе щели проходили. Это вот этот самый проливной карлик, который нам стал очень интересным. Там видно некую особенность в распределении лучовых скоростей. То есть это уже заметна кинематическая обособленность. И главное, что дисперсия скоростей здесь минимальна. То есть дисперсия скоростей, определенная по линиям H2, по линиям излучения, здесь невелика. Она растет в области галактики и дальше от этого объекта. Интересно, что другая область минимальной дисперсии, как получилось, если исходить из положения щелей, вот они условно здесь нанесены тоненьким синим, это минимум дисперсии. Вот в этой области, где карлик, вот он. Сама фотография, это Хаббловская, она четкая. И область с маленькой дисперсией, где идет такое звездообразование, но не очень концентрированном виде. Но вот как выглядит сам этот карлик, который мы рассматриваем. Размер около 4 килопарсек. Здесь рядом в линейку расположены еще облака, причем видны то, что их оконтуривает, красноватого цвета. Это просто уже газ, который поглощает свет звезд диск галактики. То есть идет падение некогда выброшенных областей газовых обратно на галактику. Разность скоростей здесь около 60 километров в секунду, но существенная доля вектора может быть направлена перпендикулярно лучшему зрению. То есть вот эта вот система, 194, это продвинутая стадия эволюции, система прошедших рядом спиральных галактик, которая сопровождается формированием звезд в областях моста между галактиками. Дисперсия скоростей минимальна в области островков звезды образования и максимально там, где звезды образования отсутствуют. То есть турбулентные движения газа там не успели затухнуть. Звезды образования возникают там, где турбулентные затухают. А островок звезды образования, о котором идет речь, во всем признакам представляет собой проливной карлик с возрастом звездного населения несколько десятков миллионов лет. Модельным образом этот возраст был оценен. Он падает на спиральную галактику вместе с окружающей средой. Ну вот теперь следующая галактика, она совершенно не похожа на все остальные. Это галактика 4656, член пары, имеет вот это ее центр здесь. Одна половина яркая, другая похожа на интеграл, едва заметна. Но в линии H1, это по... Я взял по уже опубликованным данным, здесь линия H1, это нейтральный водород, он здесь показан синеватыми, такими всплесками. Вот одна галактика, о которой идет речь, это ее спутник. И в спутнике идет мощное звездное образование и выброс газа по всем направлениям, в том числе и к той галактике, которую мы исследуем. И я обращаю ваше внимание вот на этот вот островочек, который был в 2012 году открыт, найден в оптике, и рассматривался как кандидат в проливные карлики. Ну, мы эту идею, вообще говоря, забодали. Вот это распределение газа, водород охватывает вот эту область, и вот это вот самый проливной карлик, который представляет большой интерес, но он на самом деле оказался и не карликом, и не проливным. Это по современной терминологии и это все-таки ультрадиффузная галактика. Она очень слабая, имеет очень низкую поверхностную яркость. Три разреза сделаны вдоль ультрадиффузной галактики. Два разреза по галактике NGC-46-56. Данные, я так скользко пробегусь, вот в положении щели, и мы видим вот эту лучевую скорость. Она прыгает невероятно, и даже, я не знаю такого примера, чтобы там на 30-50 км в секунду на масштабах 1-2 км в секунду менялась скорость. Дисперсия скоростей достаточно высокая, необычно высокая. А то, что касается химического состава, то это вообще поразительная вещь. Одна половина галактики содержит в несколько раз меньше тяжелых элементов, чем вторая половина по другую сторону от центра. То есть, явно здесь напрашивается объяснение, что газ аккрестирует и как раз вносит в галактику вещество с более низким содержанием металлов. Теперь, что касается вот этой ультрадиффузной галактики, которая раньше до нас считалась проливным карликом. Какой там проливной карлик? У него размеры колоссальные. Он едва-едва виден в ультрафиолете в СДСС, но в Галексе он прекрасно заметен. В Галексе это около 2000 экстрема, это более далекий ультрафиолет. Удалось получить спектр с эмиссионными линиями, по которым можно четко определять движение и чуть менее четко химический состав, как здесь показано. А вот фотография, полученная на БТА. Вот этот как называемый карлик. Центральная яркость в R-диапазоне 24,2. Это в R-диапазоне. Это красный. В B он еще слабее. Вот нету здесь комплексов звездообразования. Это отдельные мелкие точки, разбросанные по всему диску. Совершенно нетипично ни для каких карликов. Шкала радиальная 2 килопарсека, то есть где в Е раз падает яркость. Вот полная светимость 2 на 10,8 светимости Солнца, а масса водорода около 4 на 10,8 масс. Так вот, если бы звездообразование здесь отсутствовало, этот карлик практически невозможно было бы разыскать. Он просто исчез бы со всех снимков. Есть сейчас несколько объектов такого типа, их можно по пальцам перечислить. Это фактически некие галактики-призраки, которые существуют, и мы о них очень мало знаем. Содержание кислорода оказалось, что по суммарному спектру карлика и спектру наиболее яркой эмиссионной области метод ИЗИ дает 7,8-7,9. Это металличность, которая почти на порядок меньше, чем у Солнца. Низкая металличность, особенно с учетом того, что метод ИЗИ часто ее завышает по сравнению с другими методами. То есть это карлик, у которого еще мало успело сформироваться тяжелых элементов из-за низкого... То есть не было интенсивного звездообразования. И мы его поймали в тот момент, когда акреция, идущая со второй галактики этой пары, просто возбудила рождение молодых звезд через сжатие гада. Вот параметры этого карлика. Вот так распределена яркость по радиусу. Скорость вращения очень неуверенно определяется. Можно посмотреть на эту картинку. 40 плюс-минус 10 километров в секунду это максимальная скорость. Ничего точнее мы не рассказать не можем. Динамическая масса 2,49. Масса динамической светимости 20,30. То есть очень большая. У него много массы, которые не входят в состав звезд. Частично это масса газа, но масса газа там померена. Ее не хватает для объяснения динамической массы. Причем сравнительно упорядоченное распределение яркости говорит о том, что он достаточно срелаксированная система. То есть это галактика, в которой преобладает темная материя. Но интересно, что если эту галактику поместить на диаграмму массы водорода удельный угловой момент, такая корреляция известна, недавно мы к ней обратились в нашей работе с Зайцевой, то эта галактика, имея очень маленькую светимость, тем не менее, четко садится на общую зависимость, что говорит о родстве этого объекта вообще с карликами, содержащими газ. Там столько же газа, сколько соответствует угловому моменту. Но звездное образование убито, и вот только началось из-за аккреции газа. То есть приливные воздействия здесь есть, но плотность этого карлика и соседние галактики одного порядка, и они друг друга не могут разрушить. Здесь, поэтому при близком прохождении вот этого карлика рядом с галактикой возникает только возмущение газа и усиленные звезды образования, что мы и наблюдаем. И причем в области галактики большой, яркая часть, которая с той стороны, где карлик, она тоже содержит очень много областей звезды образования по-видимому с одной и той же причиной их стимулирования. Следующий объект Тарс-042, это объект попал, возможно, сейчас бы мы его и не включили, но слава Богу, что включили. Потому что это галактика ВВ-007, вот одна галактика, вот другая. Там мощнейшие точки, вот эти вот, это мощнейшие области звезды образования по яркости, я не знаю, возможно, что это либо самые, либо одни из самых светимостных компактных областей звезды образования, какие только известны. Но почему я говорю, что мы бы сейчас его не включили? Дело в том, что когда мы порылись в литературе, выяснилось, что вот эта галактика, это галактика фона. Вот. И вообще, хотя она тоже имеет какие-то приливные структуры, и здесь-то явно не стационарность и не круговые движения. Каким образом они между собой связаны и знают друг о друга? Для меня это загадка. Ну вот, каким-то образом, тем не менее, мы решили исследовать. Вот, как видны, вот эти вот выделяющиеся по яркости области, вот эти некие вереницы, так называемые, спиральных рукавах, которые свидетельствуют о наличии довольно сильных ударных волн. И вот эта вот галактика 13730, а эта 5700. Вот. Ну вот, Арп, который рассматривал выбор с одной галактики и с другой, наверное, бы он порадовался. Вот. А вот это Галикс. Здесь видны особенно выделяющиеся вот эти вот области. Ну, центр образования. А вот вторая далекая галактика, она вообще на грани обнаружения. Там ничего интересного нет. Вот. Значит, ну вот раздвоение или ветвление спиральных рукавов это результат нестационарности системы. Переход от одной моды колебаний диска к другой. Но приходится развести руками, потому что мы не знаем, что является возмущающей силой, которая привела к нестационарности спирального узора. Мы провели две щели для того, чтобы задеть все вот эти вот два ярких объекта. Ну вот здесь показан так и на прежних картинках. Это распределение скорости. Вот вращение галактики очень четко здесь видно. Это кривая кривая вращения, выход на плато. Ну, а вот сами вот эти вот, самый этот объект вот очень небольшое изменение скорости. Очень небольшое, но тем не менее какое-то здесь возмущение есть. Динамическая масса спиральной галактики по кривой вращения была оценена и газ составляет 35% полной массы, что объясняет ее пониженную металличность. Металличность здесь вот она здесь показана. А вот в этих областях металличность, она, конечно, понижена, как и полагается на периферии галактики, но сказать, чтобы эти кусочки как-то выпрыгивали, невозможно. То есть яркие клампы, ну, посмотрели их возраст. Здесь клампы ведь, как вот эти вот звездочки, незаполненные два. Они это наиболее молодые объекты. Здесь используются модели звездного населения как водород в зависимости от положения на двухсветной диаграмме. Так вот, яркие звездные комплексы, которые, вот эти два, они нет сильных химических или динамических аномалий. В ярких клампах наиболее высокое отношение у 3 кашбета, то есть вообще говорит о наличии довольно массивных звезд жесткой радиации. Дисперсия скоростей газа в области клампов понижена по сравнению с окружающими районами. Избытки света есть, но не особенно большие. Возраст 5-14 миллионов лет в пределах 4 секунд в диафрагме вокруг каждого клампа светимость и масса достигают фантастической величины. Светимость 4 на 10 восьмой светимость Солнца, чему соответствует масса на 2 порядка, чем масса червового скопления. Ясно, что это не единая система, там разрешения у нас не хватает, чтобы различить, там отдельные сгустки, но вот самые известные такие лампы высокой светимости, вот сталкивающихся галактик, которые называются антенна, усы, там примерно на порядок меньше светимость, даже у самых-самых ярких объектов. То есть это своего рода рекордсмены, но что думать об их происхождении, я не знаю, если бы мы забраковали вторую галактику как возмущающую силу. И две галактики типа М51 тоже попали в сферу нашего внимания, ведь нас больше всего интересовало, конечно, области звездообразования, связывающие две галактики, что это этим мостом. Одна галактика ВВ-413 скорость 11000 километров в секунду, другая вдвое ближе, это довольно хорошо изученные галактики 25-35-25-36. В одном случае был сделан один разрез, все остальные планы были смяты плохой погодой. Здесь два разреза, одна вдоль спиральной ветви, другая через мост. Сам Арт-38, первая галактика, прекрасно видно вращение, но видно, что газ вращает немножко по-другому, чем звезды. Звезды здесь красные, а газ синие. Ну, синие это аж бета, а шальф это желтая, они согласуются между собой. А вот это спутник маленький. Причем здесь совершенно спокойный, непрерывный переход скорости, то есть такое ощущение, как будто бы спутник является просто деталью внешней части большого диска, в котором мы видим только спиральную структуру, она на самом деле имеет такой большой размер. Масса не очень большая, масса диска нет, вообще-то солидная, 10 в 11 масс Солнца это побольше, чем в нашей галактике. Но эта масса звезд, она 10 тоже близко к этому. То есть у нас на темную материю здесь особенно много места не остается. А вот что касается химического состава, здесь довольно резкий вброс вниз, то есть у нас маленький этот спутник довольно обеднен по сравнению с центральной частью галактики, но надо учитывать, что он все-таки довольно далеко находится от нее. галактика. Ну вот здесь показано, что есть плавный ход скорости между галактиками и собственно говоря про эту систему больше сейчас трудно что-то сказать о химическом составе чуть позже мы вернемся. Вот другая система похожая, но галактики на другом расстоянии, здесь немножечко больше относительная масса спутника по сравнению с тем случаем, что был перед этим. Но опять-таки здесь скорости, дисперсия скоростей, отношения потоков и отношения ОК-АШ. Здесь очень четко видно, как химический состав отделяется от всей галактики. Он более обогащен тяжелыми элементами, чем внешние области спиральной галактики, что очень важно. В спутнике не круговые скорости очень сильные, ну действительно и на предыдущем разрезе тоже было видно, что спутник не вращается так, как он должен вращаться, если бы представлял собой такой диск с круговыми скоростями. Расхождение между скоростями звезд и газа в ветви, вот они здесь пошли, в красные точки это звезды, а желтые это самые сильные линии, а шальфа, здесь довольно заметное расхождение, а здесь оно исчезает, спутники. Спокойное движение газа между галактиками и скачок между галактиками и спутником, то есть нет перемешивания газа, но есть опять-таки области звезд образования между этими двумя галактиками. На втором зрении это видно еще лучше, вот кривая вращения, фактически это кривая вращения точно до угла наклона центральной галактики, а спутник, посмотрите, что происходит, красные это звезды, вообще вращения никакого нет, одна скорость слева направо, а газ ведет себя так, что сначала скорость растет, а потом понижается и на краю имеет такое же значение, как в центре, то есть диск этой галактики газовый полностью покороблен, а звезды просто медленно вращаются и все. Дисперсия скоростей сравнительно повышена, а между галактиками она довольно низкая, ну и содержание кислорода примерно те же самые выводы можно сделать, что из предыдущей картинки, ну и еще обращаю внимание на очень высокое отношение кислорода 5007 к кислороду 5007 к H-бета просто здесь в диске творится бог знает что, то есть идет изжать приливных сил здесь диск нестабилен, он не вращается как единое целое и вспышка зверхообразования там связана определенно с динамикой с восстановением газовых масс регулярное вращение спиральной галактики расхождение между скоростями звезд и газов спутники и спиральной галактики дисперсия скоростей газа падает за пределами ярких ветвей вот она почти уходит к пределу развращения спектрального теперь немножечко о химсоставе дело в том что соотношение линий дает возможность узнать что перед нами светит либо маленькие области H2 которые мы не можем различить из-за большого расстояния разрешить либо это другой механизм возбуждения газа связанное например с жесткой радиацией или с ударными волнами для этого строятся диагностические диаграммы где сопоставляются соотношение линий вот здесь вот О3 к Hb это сопоставляется с отношением азот кашальфа это по одной диагностической диаграмме вот и сера кашальфа по другой и вот эти вот линии ну сверху это линия которая с левой стороны это линия которая ближе к левой части картинки а с правой стороны это просто одна линия она разделяет точки связанные с классическими областями H2 и точки которые не объясняются классическим фото фото и возбуждением требуют добавления к ним и щеткать других источников ионизации вот ну вот что можно сказать что мы в большинстве случаев не видим отдельных областей H2 мы просто смотрим эмиссионные линии в спектре вот и видим что абсолютное большинство точек лежит слева от линии то есть это просто неразрешаемая по углу мы не видим эти точки но это обычные области вокруг молодых звезд но есть объекты которые выскакивают с правой стороны то есть это уже это возбуждение не связанное со звездами или в значительной степени не связанное так вот здесь есть еще маркировка по яркости вот оказывается чем темнее тем яркость ниже это просто поверхностная яркость населения так вот области слабые есть по обе стороны вот от демокрационной демокрационной линии но если рассматривать точки только те где требуются какие-то дополнительные источники ионизации то все они слабые то есть возникает они там где яркость мала то есть где мало молодых звезд и скорее всего это уже скорее всего возбуждение газа и свечение газа здесь связано в значительной мере не с наличием голубых ультрафиолетовых звезд а скажем с ударными волнами ну вот теперь если брать градиенты химсостава ок-аш спроектировав все точки в плоскость основной галактики они получаются очень низкие что в общем неудивительно это не наше открытие вот это здесь написано на двойной галактике 42-82-58 градиенты очень низкие они здесь вот написано сколько декс на тело парсек нигде нет крутых градиентов более того они сильно меньше чем градиенты сильно положи чем у нормальных галактик вот в работе рубки роза 2014 года было сравнено доля галактик с разными градиентами градиенты здесь выражены в единицах декс на оптический радиус чтобы сравнивать галактики разного размера так вот контрольная выборка у него обычных галактик это красная а вот взаимодействующих у него было мало мы прибавили свои и подтвердили вывод который был сделан в указанных работах что очень сильно расходятся между собой эти гистограммы и они говорят о том что во взаимодействующих системах распределение тяжелых элементов по радиусу более плавное оно медленнее уменьшается причина она очевидна и об этом говорили и авторы этих работ это то что расширение это расширение газового диска связанное со взаимодействием то есть вещество получив избыток некий импульс или избыток углового момента или импульс скорости связанной с приливными силами отходит от родительской отходят от родительской галактики и уже прошу прощения вот наконец последнее мы обратили внимание на то что никто раньше внимания не обращал вот в галактиках типа м8 типа м51 когда спутник находится на конце спирали одна спиральная ветвь вроде нормальная а другая выпрямляет спутнику это во всех галактиках системах видны продолжения некогда существовавших симметричных ветвей вот вот он здесь вот это та же самая галактика 50-50 в галактике в ультрафиолете то есть как бы вот старая ветвь она старая ветвь она продолжает существовать только ее интенсивность она уже не такая сильная и звездное образование довольно слабое то есть это перестройка спиральной структуры когда возникает волноплотность и новая мода волна спираль тянется к спутнику а старая мода колебания диска затухает но еще существует вот я потом посмотрел несколько других галактик оказывается что на самом деле количество можно их значительно увеличить но это вопрос это специальная работа здесь требуется мы ее обязательно сделаем вот то есть вот еще раз это показываю вот другая галактика вот маленький кусочек астропии звездообразования текут не знаю хорошо ли здесь видно видна эта цепочка это продолжение это симметрия как бы другой ветви и та же тот же самый кусочек в ультрафиолете говорящий о том что еще звездообразование возбуждается даже старой структурой вот ну теперь мне осталось только сделать выводы и завершить значит все рассмотренные галактики являются взмущенными системами со значительными не круговыми движениями газа с интенсивным звездообразованием и с металличностью газа не противоречащей эксцентивности взаимодействующая система находится на разных стадиях эволюции но во всех случаях прошло достаточно времени чтобы турбулентность газа упала и стало возможным формирование комплексов в приливных рукавах градиенты металличности хотя и пониженные наблюдаются во всех взаимодействующих системах и весь в одном случае арт-217 газ перемешан там нулевой градиент связанный по видему с тем что мы наблюдаем не первое сближение галактики молодые звездные комплексы в том числе проливные карлики в большинстве случаев по видему не реализованы и каркоживущие газозвездные системы мы не нашли хотя и искали ни одного проливного карлика которым можно было счастливого пути сказать карлик уже будет в конечном счете отойдет от галактики как равноправная неправильная галактика проливного происхождения диффузный ионизованный газ наблюдается в основном областях с низкой яркостью где нет выделенных областей звезды оборотования это очень важно для того чтобы понять природу ионизации газа и прохождение массивных комплексов в АРП-42 остается непонятным до сих пор я не знаю как это объяснить такой феномен если галактика не взаимодействующая может быть здесь рядом находится где-то такая же галактика призрак который мы не углядели типа ультра диффузной галактики которую мы нашли в Близи 1946-56 и наконец самое открытное это то что различные механизмы формирования дверных комплексов в поливных структурах будут рассмотрены позднее когда мы накопим еще дополнительный материал у меня все может быть Олег докажет что-то вопросы я понимаю что только 2,42 отсутствие не видно возмущающего а вот есть еще так они их вообще выбирали по наличию возмущающего мы выбрали считая что вторая галактика является источником возмущения но оказалось она на другом расстоянии значит если говорить о примерах где есть возмущение но нету рядом объекта таких объектов где-то с десяток это очень интересно то есть нету рядом ничего а галактика исковеркана но дела на облака это тоже беспрередно для дела на облака это более сложный случай они взаимодействуют друг с другом и взаимодействуют с нашей галактикой поскольку они в ее уголу находятся а что их вытащило в нашей в смысле они наоборот только приближают они еще не знают что такое угол в нашей галактике когда узнают будет поздно еще раз секунду это очень интересный эффект по которому они откуда идти перейдут на диван они члены местной группы вот еще раз они были где-то где-то далеко но в пределах местной группы вот они так прыгают они делают несколько прыжков потом застрянут наши галактики навсегда сейчас сейчас первый подлёт сейчас первый подлёт они откуда можно сказать откуда ну местная группа имеет размер там порядка двух мегапарсек ну с одного края с другого ну где-то это расстояние 40-50 кг это примерно то же расстояние которое у тебя но это внутри галон нашей галактики они вошли в первый раз во внешней области темные галон что можно сказать о том как протекает звезда образования в этих властях мы можем сравнивать сейчас либо полную светимость молодых звезд либо поверхностную яркость вот но все объекты которые мы наблюдали они естественно состоят из более мелких потому что галактики далеко мы то что мы видим как пятно там на самом деле совокупность очагов поэтому полная светимость молодых звезд полная светимость молодых звезд вот самая она примерно соответствует вот таким комплексом ну то что называется вот вот звездные так сказать супер как они называются сверх ассоциации да то есть за исключением вот этих вот самых двух областей в арб 42 где получается настолько большая светимость она соответствует настолько большой массе что нельзя исключить аномальную начальную функцию масс звезд то есть если предположить допустим что там функция масс звезд более катополога опускается в область больших масс то там высокая светимость может соответствовать и меньшей массе но тут я не знаю как это проверить может только от противного на самом деле вот таких объектов как арб 42 когда мы с одной стороны имеем галактику вроде более-менее правильную чуть-чуть неправильную но вокруг нее ничего нет таких объектов конечно десяток гораздо больше я бы сказал процентов 30 таких галактик давайте вам классический случай любимая NGC 628 казалось бы классический пример равный галактик но то есть ее увеличение спиральных ветвей присутствует из модуль 2 приходит модуль 4 на каком-то уровне спиральные ветви не симметричны пыль относительно сбросный спиральный ветвей не симметрична в этих спиральных ветвях при этом никаких спутников даже близко куда-то игралось я согласен вообще есть некоторые области звездообразования которые как отдельные островки скажем в системе арк 81 и на расстоянии там десятков килопарсек но все зависит от того что считать возмущениями связанные с внешним воздействием ведь в галактике есть еще внутренние силы и мощное звездообразование или активность ядра она может тоже покоробить галактику поэтому каждый раз требуется отдельное исследование я когда я говорил что около десятка я имею ввиду сильно искореженная спиральная структура для меня классическим примером является NGC 1961 скажешь вот она взаимодействующая ничего нет второе это по поводу того что у нас 10 3 на 10 8 да получились да ну это предельный случай но такие объекты тоже встречаются в некоторых галактиках тоже слабо несимметрично очень хорошо примерно есть предел 10 8 я сначала 3 на 10 7 10 8 не встречал более того есть галактики M51 насколько я помню там 5 или 6 крупных комплексов все комплексы кроме одного имеют размер у них одинаковых все комплексы кроме одного имеют нормальную светимость здесь судьбу и маску а один комплекс он почти на порядок по массе посвятимости выше чем 10 7 по-моему там ну вот там да ну здесь огромный концентрат галактика и все это в килопарсековом масштабе да я согласен да но там понятнее в чем дело там взаимодействие системы сильная ударная волна там там эти комплексы сидят прям цепочкой при этом выделяется сильно один да хорошо а здесь не видно ничего никакого взаимодействия чем любимый по-моему пример был у Ефремова когда гранд дезин не взаимодействующий в одном рукаве есть комплексы вот так а в другом нет ну это 628 ну тут надо иметь ввиду что все эти комплексы они живут они скажем порядка 10-7 лет потом они гаснут возникают в другом месте поэтому картинка может будет случайно а если усреднить за большее время и там где их сейчас нет они тоже там появятся не другая мне не подсюду что вы показали распространение яркости по поверхности белого отчаяния как будто распространение белого катера да или я что-то не распространялся полгаватский бы или не белый как я обголадский вы скажу нет а мне показалось что полгаватский нет 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 жил остальное яркость я бы как у Что-нибудь про магнитное поле вы можете сказать? При взаимодействии в эти хвосты вытягивается магнитное поле с диска галактики? Может оно сжимать как-то там газ? Значит, магнитное поле измерено в нескольких случаях, оно имеет регулярный характер, но если говорить о среде, то сжимать оно не должно, оно наоборот, магнитное поле, у него другая роль, она не дает нам проникать газ со стороны, но магнитное поле может играть роль, когда есть гравитационная неустойчивость, и магнитное поле от него чуть-чуть сильно зависит от какого размера к лампе появляются гравитационные устойчивости, в ближайшее вдоль магнитного поля, поэтому при вопросе переобразования вот этих систем, магнитное поле, конечно, нам проникать, но очень мало материалов. Нет, магнитное поле можно как-то найти, оно обнаруживается в некоторых случаях по полимеризованному радиоутрусению. Так, еще вопросы есть? Нет вопросов? Спасибо, Липпед Вадимович. Знаете, наш семинар. А третий закладок? А черепащук заболел, поэтому... А он не стебел? Вот нет никого. Нет? Нет. Я знаю, что там. Так что, в другой раз. Спасибо. Спасибо.